В студии Евгения Даровская. Здравствуйте! В ближайшие 15 минут я и мои коллеги расскажем о некоторых заметных событиях этого дня. Смотрите в выпуске. Большая вода пришла в Черыж. Когда ждать эвакуации? Урок жестокость. Он сидел на уроке, ему стало плохо, он упал. Учительница решила литературой, что он уснул. Какие нарушения выявила прокуратура в школах края и какое наказание ждет сотрудников? Первопроходцы. Не просто в это поверить, глядя вокруг, но место, на котором мы сейчас стоим. Каким будет первый туристический маршрут в будущем национальном парке в Тогуле? Итак, подтопление началось в Черыше. По словам жителей, большая вода за день спала на десяток сантиметров. Но тем не менее, люди боятся, что за ночь их оставят один на один со стихией. Как нам сообщил один из местных жителей, подтопление поселка произошло из-за того, что дамба на реке недостроена. К слову, это то самое защитное сооружение, которое обещали возвести еще после разрушительного домоднения 2014 года. Люди говорят, что экстренных мер на дамбе не предпринимают. Хотя на ночь населению передают прогноз о повышении уровня воды. На вопрос о том, а не стоит ли залатать 50 метров дамбы, которую прорвало, чтобы отвезти воду от домов. Ответ один. Сейчас делать ничего не будем. Будем потом подсчитывать урон, кто поскольку затоплен и так далее. Техники нет. Техника засыпала угол дамбы, чтобы вода не пошла в сторону, получается, зеленого дома. Это база отдыха частная. А если бы ее там не засыпали, то вода бы ушла по другому сбросу. Остров бы, конечно, был отрезан от мира, но в домах бы не было воды. Ведется работа на дамбе или нет, в администрации района узнать нам не удалось. Глава Александр Ездин весь день был занят. А в местном отделении МЧС комментировать ситуацию отказались. Подтопило ли жилые дома, тоже непонятно. Жители говорят, что да, в краевом управлении МЧС заявляют обратное. Организовано регулярно информировано население о складывающей обстановке, о подготовлении случаев эволюции в пунктах временного размещения. В середине дня в Чирыше уровень воды составлял 230 сантиметров. При критическом – 180. Спасатели следят и за селом Карпова-2 в Краснощоковском районе, где до критической отметки остается несколько единиц. В пунктах введен режим повышенной готовности. Министр образования края взял под личный контроль случай, который произошел в Рубцовской гимназии. Почти год подростки там унижали и били одноклассника. Не выдержав, он рассказал родителям. История получила широкий общественный резонанс. В последнее время конфликты в школах края происходят все чаще. Прокуратура Барнаула в связи с этим даже провела проверку в образовательных учреждениях. Какие нарушения выявили и что теперь ждет руководство школ? Расскажем далее. Он сидел на уроке, ему стало плохо, он упал. Учительница решила литературой, что он уснул. Это не Рубцовск, а Бийск. Мама пятиклассника одной из школ Наукограда рассказывает, что на перемене его избили одноклассники. В итоге мальчик получил тяжелую травму головы. Помощь в самой школе ему даже не оказали. И вот уже следователи проверяют обстоятельства происшествия, пока ребенок находится на больничной койке. Ситуацию пытаются повернуть так, что виноват. В том, что за ним два с половиной месяца гонялись, я даже не знаю кто. И виновата я, как мать, которая ненадлежащим образом воспитала сына, который не может убить. А это Барнаул, ноябрь прошлого года. Тогда все СМИ писали о лицее, в котором подростки, по словам мамы одного из учащихся, издевались над ее сыном. Чуть позже стало известно еще о нескольких случаях травли детей в этом образовательном учреждении. В отношении его сотрудников было заведено уголовное дело. Ситуацию взяли на контроль глава Барнаула и уполномоченный по правам ребенка в крае. И это, пожалуй, за последнее время самые громкие истории. В общей сложности за 2018 год полицейские зафиксировали 113 случаев телесных повреждений в школах Барнаула. Из-за многочисленных публикаций в СМИ прокуратура краевой столицы даже решила проверить образовательные учреждения. По итогу выявлено 50 нарушений. Выявлено несколько случаев, когда причинению телесных повреждений предшествовала какая-то длительная конфликтная ситуация, избежав которую администрация образовательного учреждения и обратив внимание на которую, в принципе, скажем, не привести к причинению в дальнейшем телесных повреждений. Не все в порядке не только с точки зрения профилактики. В нескольких школах нарушается техника безопасности на уроках физкультуры. Учителя на жалобы школьников далеко не всегда реагируют. Всего проверено порядка 60 образовательных учреждений. 55 получили представление. Никого не уволили. Руководителям школ и педагогам сделали замечание. Кому-то объявлен выговор. Что касается Рубцовского мальчика, то и в этом случае администрация гимназии и учителя могут быть наказаны, если комиссия выявит, что никаких мер для погашения конфликта не принимали. Ребенка при желании пообещали перевезти в другую школу. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком. В Барнауле судят пьяного водителя, который устроил ДТП с двумя пострадавшими. Они прошли долгую реабилитацию и требуют приговора лишения свободы виновника аварии. Накануне в Барнауле прошло судебное заседание. Стороны выслушали и наши корреспонденты. Эта авария произошла 14 января на перекрестке улиц Кулагина и Калинина. Со скоростью 100 км в час пьяный водитель на Тойоте совершал рискованные маневры и перестроения. В один из моментов он не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, врезавшись в автомобиль, в котором ехала семейная пара. Муж получил многочисленные переломы, жена перенесла разрыв легкого и удаление селезенки. Мы не успели среагировать, какое-то белое пятно на лобовое столкновение. Получается, я считаю себя неполноценным человеком, у меня удалили орган. Я физически ограничена общением с ребенком, то есть воспитание ребенка. Он изменил полностью нашу жизнь, нарушил, отнял здоровье. Каких-то искренних сожалений, раскалений не было. Ощущение, что он сбил собаку на дороге. Надежда и ее супруг до сих пор не могут отойти от шока. Говорят, выжили чудом. Сработали подушки безопасности. А вот обвиняемый, по их словам, коротко извинился на одном из заседаний по настоянию своей жены. Он и его защитник пытались выступить и против съемки нашего телеканала в зале суда. Подсудимый заявил, что не хочет, чтобы его показывали по телевизору. Но судья работать оператору все же разрешила. Он также пояснил, что да, он выпил 100, может быть, больше грамм водки, после чего сел за руль автомобиля и направился в сторону дома. Я даже не знаю, как выразить наглость, возможно, человека, который сел пьяный за руль, сознаваясь, при этом все это совершил и так легко об этом сегодня говорил. Несмотря на внушительные штрафы и уголовную ответственность за езды в алкогольном опьянении, водители продолжают садиться за руль под градусом. И это уже не первый случай в Барнауле. Осенью прошлого года жертвами пьяного лихача на БМВ стали женщина и две девочки, в машину которых врезался нетрезвый Александр Руденко. Министр спорта Алексей Перфилев на этом суде не случайно. В обеих авариях пострадали и погибли близкие ему люди. Авария коснулась моих коллег. Перед этим моя семья тоже перенесла подобную аварию. У нас почему-то сторона виновная, зачастую пользуется какими-то льготными условиями. Что по предыдущему суду, как бы, три жизни ушло, двух ребятишек маленьких, как бы, мамы, да, человека практически оправдали, отправляют на поселок. Пострадавшие в ДТП требуют наказания по всей строгости закона. Заседание суда, на котором вынесут вердикт виновнику, состоится 23 мая. Дорида Миллер, Александр Захаров, Николай Шилко. День с толком. Вторая семья из Алтайского края просит ускорить процесс регистрации препарата спинраз в России. Это единственное лекарство, которое может помочь при очень редком и смертельном заболевании спинальной мышечной атрофии. Что делают родители больных детей, когда ждать уже нельзя, расскажет Ирина Корчагина. Трясти, 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 трясти. У этого счастливого ребенка недавно появилась надежда на жизнь. У Матвеича Пуштанова смертельный диагноз – спинальная мышечная атрофия. Это очень редкое генетическое заболевание. Обычно таких детей ждут питание через трубку, вентиляция легких, летальный исход. Единственный препарат, который мог бы поддерживать жизнь спинраза, стоит 42 миллиона рублей. И он только проходит регистрацию в России. Родителям Матвея удалось невозможное. За пару месяцев они собрали 17 миллионов рублей, писали письма во все фонды страны, обивали пороги чиновников и чудо – Минздрав направил Матвея на лечение в Израиль. Сейчас в клинике Шнайдера ему ставят тот самый дорогостоящий препарат спинраза. Первые четыре укола платят из средств федерального бюджета. Семья верит, что лекарства все-таки завезут в страну, и оно войдет в список орфанных, то есть редких, и станет бесплатным. А это Амир. Ему почти два года. И у него тоже спинальная мышечная атрофия. О смертельном диагнозе сына родители узнали только спустя пару месяцев после рождения. Страшно представить, что чувствует человек, когда его ребенок с каждым днем угасает и теряет элементарные навыки. Если раньше Амир умел ползать, то есть полноценно, на белегкие расстояния, сейчас он этого не может делать. Раньше он пытался вставать на коленочки около опоры, сейчас он тоже этого не может делать. Согнута спинка, то есть вот он сидит, когда... Видно, что мышцы слабые, да, рукой он тоже не может там, допустим, поднять что-то тяжелое. Целый год семья Имрановых была один на один со своей проблемой. В начале мая мама Амира обратилась в Крайздрав. Пока ответа нет. Врачи только разводят руками, с таким диагнозом долго не живут. Но история Матвечи Пуштанова из Рубцовска подарила семье надежду. Родители начали собирать документы, чтобы попасть в московскую клинику, где будет решаться судьба мальчика. Чтобы спасти сына, они также открыли сбор средств на спинразу. Люди с разных регионов страны перечислили на лечение 620 тысяч рублей. Чтобы Амир жил, необходимо еще более 40 миллионов. Надеялись на регистрацию спинраза, ждали, 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 вот ждали, ждали. Ну, просто уже вот, правда, куда уже ждать, уже времени просто нет. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин, День с толком. Первый возможный туристический маршрут по будущему национальному парку в Тогуле представили власти Алтайского края. Пока единственными, кто прошел заповедными тропами, стали журналисты, среди которых был и наш корреспондент Илья Кочетков. Он готов поделиться впечатлениями. Эх, дороги алтайские, чем дальше в глушь, тем больше благодаришь прогресс за то, что на свете есть видеокамеры со стабилизатором. Иначе из-за сильной тряски снять ничего бы не удалось. Почти треть 200 с лишним километрового пути от Барнаула до границ будущего национального парка это грунтовки, местами размытые настолько, что нам, журналистам, пришлось пересесть из автобуса на внедорожники. Но непростой путь стоил того, чтобы в конце увидеть вот это. Переправа через реку Уксуна – это лишь начало одного из будущих туристических маршрутов, которые пройдут по будущему национальному парку. Его название сейчас выбирают народным голосованием. Лидирует Салаир, а крестные горы называются Салаирский кряж. Не просто в это поверить, глядя вокруг, но место, на котором мы сейчас стоим – это одна из самых древних горных систем Западной Сибири. Как уверяют геологи, около 400 миллионов лет назад над водами Древнего моря здесь поднялся ввысь горный хребет. Возможно, его высота достигала нескольких тысяч метров. Но за миллионы лет ветер, вода сгладили его поверхность. Сегодня предельная высота Салаирского кряжа – около 600 метров. Впоследствии это низкогорье стало домом для черневой или темнохвойной тайги. Именно она, по словам эколога Алексея Грибкова, станет основным объектом охраны нацпарка. Тем более, что под ее покровом сохранились уникальные реликтовые растения и животные. Реликт – это организм или сообщество организмов, которое сохранилось с предыдущих геологических эпох. Так вот, в черневой тайге есть элементы растительности и даже животного мира, которые здесь произрастали и обитали до ледникового периода. Например, Липосибирская. Не путать с липой сердцелистной, которая у нас в городе применяется для озеленения. Это реликт, это остаток широколистных лесов, которые здесь росли повсеместно до ледника. С ледником исчезли и остались только маленькие островки и рефугиумы. И один из них как раз здесь, на Салаирском кряже, островок Липосибирской, Тогульская липовая роща. Плюс десятки краснокнижных растений, птиц беспозвоночных, под охрану попадет площадь не менее чем в 130 тысяч гектаров на территории четырех районов. Причем эти древние горы богаты не только флорой и фауной, но и полезными ископаемыми, например, золотом. Именно поэтому, уверены в Минприроде, с созданием парка нужно поторопиться. А если мы сейчас посмотрим в целом на Салаир и посмотрим на него со стороны Кемеровской области, мы увидим все эти угрозы и увидим, что стало точно такой же тайгой. То есть все в разрезах, все в карьерах. Вопрос именно в выборе, к чему мы стремимся в будущем. То есть или мы хотим здоровую природу для своих будущих потомков, или мы хотим какой-то получить временный экономический эффект. Впрочем, на экономический эффект власти тоже рассчитывают. Федеральное финансирование позволит не только усилить охрану от браконьеров и черных лесорубов, но и создать инфраструктуру, проложить дороги, привлечь туристов. А значит, в ближайших селах, таких как Тогул, появятся новые кафе, гостиницы, сотни людей могут получить работу. Насколько успешно получится осуществить задуманное, должно стать ясно в ближайшее время. В Минприрода надеются, что официальное открытие парка состоится до конца текущего года. Илья Кочетков, День с толком. Спонсор прогноза погоды – Банк Восточный. Какой она будет, узнаете через несколько секунд. У меня к этому часу все новости. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok